Официально анонсированы процессоры Intel Core Ultra 200s Arrow Lake S. OpenAI расширяет возможности разработчиков с новым интерфейсом Canvas для больших проектов. Новенький ZenBook с искусственным интеллектом. MediaTek представила флагманский чип Dimensity 9400 со встроенным NPU. Всем привет, друзья! С вами Яркачер. Это Asus Live, новости IT, технологии, железо и, конечно же, самая актуальная и свежая информация про наши инновационные продукты. Всем приятного просмотра, погнали! Intel представила новую серию процессоров Core Ultra 200 Arrow Lake S, которые будут использоваться в настольных ПК нового поколения. Первая волна состоит из пяти моделей. Флагманским среди новинок стал 24-ядерный, 8 производительных и 16 эффективных и 24-поточный Core Ultra 9 285K. Тактовой частотой до 5,7 ГГц и TDP в 125 Вт. Цена чипа 589 долларов. Core Ultra 7 265K, 20 ядер, 8 производительных и 12 эффективных, 20 потоков до 5,5 Гц. Core Ultra 7 265KF, Core Ultra 5 245K, 14 ядер, 6 производительных и 8 эффективных. 14 потоков до 5,2 ГГц, TDP 125 Вт. Core Ultra 5 245KF, 14 ядер, 6 производительных и 8 эффективных, 14 потоков до 5,2 ГГц, TDP 125 Вт. Ядра LionCoff получили до 36 МБ кэша L3. Заявляется о повышении Instructions Per Clock на 9%, для ядер SkyMont на 32%. Они предлагают 4 МБ L2 и вдвое увеличенную пропускную способность кэша. 285K якобы потребляет на 58% меньше энергии при выполнении высокопроизводительных задач по сравнению с Core i9-14900K. Кроме того, новые процессоры стали холоднее. Arrow Lake S оснащены NPU с производительностью в ИИ задачах 13 ТОП. Также K-чипы получили встроенную графику XELP. Она предлагает до 4 ядер XE и до 4 блоков трассировки лучей. Графический процессор обеспечивает 8 ТОП для искусственного интеллекта. Есть с поддержкой DirectX 12 Ultimate и XESS. Движок XE Media Engine с поддержкой кодирования и декодирования AV1, AVC, HAVC. Intel также представил чипсет Z890 для топовых материнских плат с сокетом LGA1851. Такие платы будут использоваться в паре с Core Ultra 200. Придется приобрести оперативную память DDR5. Серия Core Ultra 200S будет выпущена 24 октября. В OpenAI решили не отставать от конкурентов и подкинули пользователям чат GPT новую игрушку — инструмент под названием Canvas. Теперь можно редактировать текст и код, созданный искусственным интеллектом, прямо на лету, без нудных повторных запросов. Если нужно подправить текст, добавить комментарий или вообще перевести все на другой язык, то теперь это можно сделать гораздо проще. Дэниел Ливайн из OpenAI говорит, что Canvas — это более естественный интерфейс для сотрудничества с чат GPT. Работает все достаточно просто. Выбираешь модель GPT-4 с Canvas и начинаешь работать. В будущем Canvas будет сам выскакивать, когда поймет, что задача требует отдельного рабочего пространства. Ну или можно просто написать «Use Canvas» и окно проекта «Тут как тут». При этом Canvas можно использовать не только для кода, но и для обычных текстов. Например, попросил написать письмо. Оно появилось в окне Canvas. Дальше можно играться, менять длину текста ползунком, просить чат GPT сделать тон дружелюбнее или даже добавить смайлики. А если надо, попросить перевести все на другой язык. Canvas уже доступен для подписчиков чат GPT Plus и Teams, а скоро доберется и до пользователей Enterprise и Edo. Друзья, сегодня я расскажу вам об ультратонком 16-дюймовом ИИ-компьютере Asus, сочетающем отличные скоростные характеристики с изысканным дизайном. Встречайте Asus ZenBook S16. Оригинальный внешний вид ноутбука вдохновлен самой природой и использует особенности оригинального отделочного материала терр-алюминиум или же алюмаксидная керамика. Первый вариант Sumaya Gray напоминает о знаменитых скалах в испанском городе Sumaya, а скандинавский белый Scandinavian White отражает тепло арктического солнца на снегу. Высокотехнологичный керамический материал с алюминиум пользуется популярностью и в аэрокосмической индустрии и при производстве дорогих часов. Легкий и долговечный он уверенно противостоит износу. Кроме того, он обладает отличительным цветом и имеет приятную на ощупь гладкую поверхность. Несмотря на ультра-тонкий форм-фактор, ZenBook S16 может похвастать высокой производительностью, в том числе в приложениях искусственного интеллекта. В его конфигурацию входит процессор AMD Ryzen AI 9 HX370, до 32 гигабайт быстрой оперативной памяти и твердотельный накопитель с емкостью до 2 терабайт. Термопакет процессора составляет 28 Вт, а встроенный в него и ускоритель Ryzen AI обладает и производительностью до 50 ТФ. Энергоэффективная работа и ускорителя помогает увеличить автономность устройства до целого дня, чему также способствует аккумулятор высокой емкости в 78 Вт-часов. ZenBook S16 не просто быстрый, но и весьма интеллектуальный ноутбук. Благодаря новейшим компонентам и соответствующему программному обеспечению, которая включает в себя и передовые функции Windows и эксклюзивные приложения Asus, это устройство позволит с комфортом применять искусственный интеллект во всех сферах современной жизни. Ноутбук обладает тонкорамочным OLED-дисплеем NanoEdge с разрешением 3К и расширенным динамическим диапазоном HDR, который делает любой контент красочным и детализированным. Вентиляционная решетка состоит из 3522 отверстий с идеальной точностью, выполненных на станке с ЧПУ, что демонстрирует нам функциональную эстетику в действии. Будьте продуктивнее и эффективнее при решении повседневных задач благодаря и возможностям ZenBook S16. Более подробную информацию о ноутбуке ZenBook S16 вы можете узнать на нашем сайте. Компания Mediatek представила новый флагманский чип Dimensity 9400 со встроенным NPU. Новая система на чипе построена на 3-нанометровом техпроцессе и оснащена восьмиядерным процессором. Ядра разбиты на три кластера. Одно ядро ARM Cortex-X925, работающее на частоте 3,63 ГГц, а также три ядра ARM Cortex-X4 и четыре ядра ARM Cortex-A720, чьи рабочие частоты не уточняются. Чип оснащен памятью LPDDR5X. За графику отвечает Immortalis G925, который на 40% быстрее и энергоэффективнее, чем Dimensity 9300+. Чип поддерживает камеры до 320 Мп и справится с записью в видео в 8К 60fps. Помимо встроенного NPU, предназначенного для работы с нейросетями, Dimensity 9400 поддерживает дисплей с разрешением WQHD+, и частотой обновления 180 Гц, что особенно пригодится для гигантских экранов трижды складных смартфонов. Первое устройство на базе Dimensity 9400 появится на рынке уже в этом квартале. На сегодня это все, я с вами не прощаюсь. Говорю до новых встреч, спасибо за просмотр, с вами был Яр Качер, это Asus Live. Следите за нашими новостями, будьте с нами. Пока!